привет всем друзья знаете меня достаточно часто спрашивают так как я техноблогер иногда даже на улице узнают подходят жмут руку спрашивает два вопроса ну три но основной все-таки два самых важных это что выбрать что купить а второе чем многим людям как и мне важна камера и частенько действительно частенько спрашивают все мои знакомые просто говорю люди в комментариях вы спрашиваете меня вопросы иногда немножко наивные ну почему наивные просто если люди что-то не знают действительно как я например автомобилях слабо разбираюсь это ничего страшного кто-то слабо разбирается в камеры я не строю себя сейчас знатока камер каких-то хотя когда-то их продавал реально был такой году на 2002 работал в магазине ванном неважно так вот знаете ребят я собрал воедино всю эту информацию не буду бросаться цифрами просто объясню на простом примере во первых сейчас опять началась гонка опять потому что она была уже в 12-13 году по мегапикселям многие производители сейчас делают камеры 40 мегапикселей основные делают там 20 25 30 даже по 2 мегапиксели уже фронтальные это для чего потому что телефоны сейчас очень сильно похожи друг на друга но не только сейчас а как раз последние лет пять-шесть выделяться чем-то надо батарейки ставить все больше и больше не получается экраны уже почти достигли совершенства какие-то новые технологии типа чтобы ваш смартфон мог проецировать что-то на стену или в воздухе создать голограммы пока до этого далеко все-таки изогнутые смартфоны которые нам рассказывали еще лет 15 назад которые в виде браслета оденешь тоже до них далеко так вот поэтому надо чем-то выделяться берут мегапикселями чтобы вы понимали 41 мегапиксель уже был 2013 году был представлен nokia lumia 1020 41 мегапиксель а еще раньше до этого был 40 мегапиксельной камерой nokia 808 у меня на нее был обзор который набрал огромное количество просмотров это вообще это было еще несколько лет назад так вот смотрите ребят конечно же ни в коем случае не гонитесь за маркетингу этой ловкой за размером мегапикселя я думаю все это понимаете но все-таки это неважно бывает так что телефон у него все 8 мегапикселей он будет фотографировать лучше чем телефон вдвое той втрое большим количеством пикселей на что нужно обращать внимание первое это размер матрицы чем она больше тем качество будет выше особенно в темное время суток чувствительность чем чувствительность наоборот ниже тем качество фотографий будет выше линзы хотя ну все мы понимаем есть фотоаппараты большие так называем с большими дулами с большими объективами разными профессиональные полупрофессиональные любительски но у них у всех большая оптика здесь конечно такой оптики нет совершенно она маленькая но все-таки все равно оптика имеет значение тоже не всегда но все-таки желательно чтобы было какое-то имя имя ну не знаю там карте из лейка например мне нравится цельсовская оптика вот реально нравится это немецкий производитель оптики и телефон используют его также достаточно давно как выбрать но те кто меня слушает улыбается кто все знает ребят вы правда молодцы я сам всего этого не знаю в обзоры я сам не все это знаю из-за того что если я начну влезать уже во все эти дебри внутренности смартфона то обзоры будут во первых еще дольше по времени еще больше времени на это буду тратить я просто предлагаю всегда ознакомиться вам самим с примерами фотографий на тестируемый смартфон всегда оставляю ссылку под видео в оригинале при том судите сами делаю разные фотографии чтобы у вас сложилось свое собственное мнение как и видеозапись кстати так вот многие из вас знают что есть производитель sony который ставит свои матрицы amx в разные совершенно телефоны и даже безликие китайцы иногда он относительно безликие малоизвестны китайцы иногда их используют и парадокс в том что у компании sony из года в год бывает так что выходит телефон у конкурентов с их же матрицей снимает лучше чем у них но это другой совершенно обзор я не знаю почему так происходит поэтому если вы выбираете телефон идеальный вариант это посмотреть самому примеры фотографий как он фотографирует я для вас стараюсь делать как минимум 10-15 разных фотографий и в том числе в темное время суток последние несколько лет судите сами откройте на мониторе посмотрите нравится вам или нет посмотрите детали ну и конечно повторю не гонитесь за мегапикселями совершенно не факт что 40 мегапиксельная камера в телефоне будет снимать лучше чем 13 мегапиксельная даже телефон который мог выйти несколько лет назад но справедливости ради конечно с каждым годом телефоны становятся все лучше лучше и лучше и в экранах и в батарейках но этот прогресс медленный но он идет и в камерах но я вот точно могу сказать что я сейчас владею google пиксель excel это пиксель первого поколения да ночное время суток он уступает подавляющим большинство флагманов а вспоминаем пиксель всегда был дорогой и на старте продаж за него просили большие деньги так вот он уступает ночью но днем он по моему превосходит все сейчас существующие телефоны вы подумаете что я сошел с ума что ли но я утверждал и galaxy s10 и iphone и lg и дайте мне любой телефон и я показываю вам снимки пожалуйста посмотрите как снимает google пиксель я снимал телевизор я делал фотографии думал делать на него обзор я в очередной раз офигел просто когда я смотрю фотографии из пикселя меня это просто потрясает ну просто потрясает я не знаю как они это делают и у меня есть много вопросов пикселю что он пустой там ничего нет там даже ну есть вещи и которые мне не нравится но он снимает офигенно просто офигенно второй пиксель снимает еще лучше третий я пока не тестировал и второй пиксель стал намного лучше писать видео если вам вдруг это важно но это вот этот чистой воды камерафон поэтому по производителям что могу выделить мне очень нравится как снимает самсунг у меня был galaxy s8 я имею ввиду видеозапись даже full hd а есть еще и 4к режим сейчас появилось 4к 60 fps даже и я вот ездил на презентацию помню последний nokia прошлом этом я просто конечно очень удивился когда был искусственный свет не было дневного света я снимал я думаю получится не получится получилось классно у меня получился хороший обзор который фактически не уступал обзору на какую-то камеру это удивительно но многие телефоны умеют писать видео хорошо тот же iphone пишет все практически даже 7 относительно дорогие пишут вполне себе сносно вполне но вот по качеству фото если вам вы хотите прям вот реально лучше и никого не слушайте маркетологов каждый хвалит себя на пиксель вне конкуренции другой вопрос что он все-таки кроме камеры там каких-то явных достоинств нет а по производителям они сейчас последние года наверное четыре приблизительно равны дайте мне любой телефон любой марки абсолютно любой операционной системы современный флагман и все-таки они будут приблизительно одинаково снимать мало того я не открою ни для кого секрета если скажу что телефоны четыре раза иногда дешевле чем флагман могут снимать днем практически так же и показать им это делали я это делал снимаешь на какой-нибудь там redming и снимаешь на galaxy там или на sony на что-то и картинки не очень сильно отличается только пиксель выделяется вот такие дела и еще я сталкивался неоднократно с такой проблемой у производителя это было и с lg это было и с sony кстати когда у меня на руках телефон который уже продается это не тестовый какой-то образец я на него снимаю и я просто вообще гречу это дорогих телефонах даже пока фон например пока фон ночью когда я впервые тестировал снимал вообще погано вообще никак прошло две недели что были появилось два обновления и пока фон ночью стал снимать сносно и напоследок если вам действительно важны ночные снимки или снимки вечером например мне они не важны у меня даже по пальцам пересчитать за все годы что я использую смартфоны в качестве фотоаппарата их нет я их никогда не распечатываю они мне не нужны но если вам важны то тут очень важно понимать что как бы хорошо не фотографировали телефоны за 15 за 20 за 300 тысяч рублей сопоставимо как ни странно с телефонами за 50 за 80 но ночное качество у них будет сильно хуже чудес никаких не будет поэтому если нужна вам ночная съемка вдруг то посмотрите если хватает денег конечно берите современный флагман любой фактически если денег не хватает или деньги если не хочется тратить из-за этого большую сумму возьмите какой прошлогодний телефон может быть даже двухлетний как и еще конечно посмотрите сами примеры фотографий можете посмотреть мои видео у меня их огромное количество наверное уже там видео 600 на разные телефоны за эти годы просто забивайте название модели в поиске и пишите по-русски слово артстайл у меня все видео которые на канале брендированы таким способом именно для этого чтобы можно было легко найти забивайте например galaxy не знаю там с 7 в обзор у меня на них есть разумеется пишите слово артстайл пожалуйста попадаете под видео есть ссылка обычно она ведет на облако не сжатые фотографии смотрите и выбирайте на этом у меня все еще раз не гонитесь за мегапикселями иногда и часто бывает что меньше мегапикселей а качество такое что закачаешься вот вы можете поспорить со мной в комментариях с удовольствием поучаствую в интересных дискуссиях насчет того что я все-таки считаю пиксель лучший по качеству именно фото они настолько хорошие что там не 9 из 10 а по моему 10 из 10 они живые они объемные они яркие не яркие они они такие которые просто хочется распечатать и повесить на стенку и обратите внимание пиксель не берет нас количество мегапикселей поэтому пишите свое мнение какой на ваш взгляд телефон фотографирует просто великолепно скорее всего это будет тот телефон которым вы владеете но просто пишите интересно будет ставьте видео лайк если вам понравилось то что я делаю пишите темы для следующих видео я не прощаюсь а как всегда говорю будьте здоровы будьте успешны будьте позитивны до новых выпусков с уважением ко всем давид счастлива